Вот самая трудная работа это мыслить. И вы видите, как мне это иногда не просто дается, особенно когда хочется докопаться до истины и выразить что-то такое существенное, важное. И давайте я сейчас просто скажу немножко тезисно даже свои идеи о том, что философия Вильгенштейна, лингвистическая. Применительно к политике. И скажем, что значение слов определяется их употреблением. Так, и... Что нет слов, которые бы обозначали что-то устойчивое, известное. Когда мы называем кого-то президентом, это мы говорим о конкретном человеке всегда. Потому что... И даже этот конкретный человек, он разный. Вот понимаете, когда цитируют, допустим, там слова чьи-то, вот то, что человек говорил там 10 лет назад, да. А сейчас он совершенно другое говорит. Ну вот вам пример этой неизвестности, этой неустойчивости. И вот связывать с одним человеком какие-то надежды, да. Его боготворить, обожествлять. Вот посмотрите, история России. Ведь даже после революции 1917 года народ все равно воспринимал там вождя генсека как царя. Все равно он был для народа главной фигурой в стране и воплощением власти. Вот эту ошибочность нашего восприятия, конечно, надо исправлять. И не другого человека, ну в данном случае не президента, а себя поставить в центр. Да, то есть я как активный член общества, я как власть. Вот советская идеология, там были потрясающие прозрения. И ну они в песнях выражались. Вот действительно поэтам, выдающимся, присущ революционный дух. И они действительно выходят на уровень очень такой, ну не банальный, да. На уровень философского, ну я не знаю, анализа даже, вот этого вопрошания, вот этих ответов. И вот есть песня, да, была «Мы тоже советская власть». Вот человек, да, мы тоже, ну опустим советское, ладно, мы тоже власть. В данном случае это не имеет значения, советское и несоветское, да. Мы, как, я вот согласен с теми, кто утверждает, что есть только одна система власти и подчинения. И поэтому власть, ну любая, вот мы тоже власть. Вот когда люди начнут это осознавать, когда они перестанут связывать свои надежды с кем-то еще, когда вот мы перестанем подпитывать власть своим доверием, сейчас мы поговорим об этом, доверием, верой и убеждением или убежденностью в том, что они что-то могут сделать. Они не могут сделать ничего, кроме как защищать свои интересы, понимаете. Во власть идут люди, чтобы отстаивать свои интересы. Очень мало, очень мало тех, очень мало тех, для кого интересы страны своей превыше собственных интересов. Таких людей вообще в истории единицы. Они были, но их единицы. Вот. Поэтому. Поэтому. люди пользуются словами, при этом они убеждают друг друга в своей правоте, доверяют или не доверяют друг другу. Словами пользуются в соответствии с правилами, которые нельзя свести к правилам грамматики или даже логики. Вот. Есть правила жизни. Правила жизни. Ну, какие правила? Ну, вот правила грамматики и логики. Ну, вот правила жизни. А даже, вот стили взять, да, языковые. Да, это же правила жизни. Допустим, там, деловой стиль, да. Как обращаться к человеку, например, да. Вот это иерархия. Иерархия, да. Это же правила жизни. Это не имеет отношения к логике, не имеет отношения к грамматике. Но эти правила жизни определяют наш выбор языковых средств, когда мы обращаемся к кому-то, да. Допустим, ваше, ну, как, ваше величество, например, да. То, что мне приходит в голову. Или там, ваше святейшество, да. Ну, какое оно святейшество? Порой там, и какое оно величество, порой, тоже, да. Но, вот видите, правила жизни определяют, как мы пользуемся языком. Раз. Стиль речи. Да, манеру. Вот те, кто ломает, кстати говоря, эти правила, они словно бы... Это ведь попытка что сделать? Да жизнь переустроить. Вот тут в этом контексте вот совершенно по-другому уже выглядит, допустим, абсценная лексика. Да? Вот это ломается. Всё наше привычное восприятие. Дальше. Жизнь реализуется в языке. Ну, конечно. Кстати, вот люди, вот национальные языки, да, вот требования, требования знать язык национального государства какого-то. С чем это связано? С сохранением культуры? Да нет. Нет. Ну, понимаете, культура ведь... Ну, где она культура? И что такое культура? Нет. Это связано с жизненным укладом и жизнью, которая есть в этой стране. Ведь если люди, если большинство людей говорит только на одном языке, то, конечно, и знает только один язык хорошо, они будут требовать знания этого языка и от других, обладая властью, естественно, в своей стране. Вот в чём дело. Поэтому, чем образованнее люди, тем их жизнь богаче, и тем условия жизни, а соответственно, они вмещают в себя больше и языков, и культур, и так далее. Вот в чём, кстати, ценность образования здесь, когда ты говоришь на нескольких языках. Вот. Для тебя это не проблема. Для тебя эти многоязычие это твоя жизнь. Но если ты знаешь только один язык, то ты будешь требовать, чтобы только этот язык и существовал рядом с тобой. Рядом с тобой. Дальше. Потому что это форма игровой деятельности язык. Когда ты не можешь играть, когда ты не можешь действовать на другом языке, ты словно как бы чувствуешь себя инвалидом. ты чувствуешь, что жизнь, жизнь, она как бы уходит. вот. То есть, человек ведь что? Что главное для тебя? Да, а когда ты не действуешь, когда отсутствует деятельность, а язык это форма игровой деятельности, это очень важная часть, это действительно важная часть языка. Игровой деятельности, да, и ну и, ну скажем, да вообще деятельности, да, то если нет этой формы деятельности, что происходит? Отсутствие деятельности, что это? Ну а это что? Смерть? Это смерть. Потому что задача человека действовать. Так вот, так вот, более того, ведь только в результате деятельности и общения, и общения формируется что? Я формируется, формируется индивидуальность. Вот как важно это все. И вот почему страны национальные защищают свой язык. если он там один, да, вот если в сознании большинства граждан нет второго языка. Если он есть, как, например, в Швеции или в Голландии, или в Норвегии, там, где все говорят по-английски, или в Бельгии, вот, то там что? Ничто не препятствует вот этой вот деятельности, да, потому что в сознании есть два языка, и люди могут самореализоваться на любом языке, а то и на двух или даже трех языках. Мои друзья, допустим, из Бельгии, это все знают по два-три языка минимум. Вот, никаких проблем у них нет, с этим. Дальше. И вот конкретная языковая игра непредсказуема. Слова в языковых играх, используемые для описания данного явления, не обладают полной общностью, для них характерно лишь семейное сходство. Так. Отрицание реальности общих понятий. Ну, изменчивость, изменчивость. и правила эти, конечно, правила игры формируются в сообществе. Ну, вот, есть действительно разные культуры. Есть и иерархичные такие, там, вот, восточные. А есть там, ну, культуры, в которых иерархии, но нет такой, например, ну, возьмем Финляндию. Да. All different, all equal. Да, вот, интересно, все различны, все равны. Поэтому можно построить любое общество, но именно вот эти паттерны в наших головах, вот эти программы ментальные, то есть надо начать их осознавать. Надо начать их осознавать и прояснять себе. не жить инстинктами, да, вот, как живут многие, политики живут так, а осознанно жить. Дальше. и вот именно вот в процессе игры этой языковой огромное значение имеют такие феномены, как вера, доверие, уверенность, убежденность. Понимаете, но на чем держится власть доллара, например? На вере? на вере в силу США, на военной мощи. Так-то это же бумажка простая. Вот. На чем держится власть в любой стране? На вере людей, на их простодушной вере, я бы сказал. В ну, в то, что вот люди у власти, они способны, значит, управлять государством, они все делают правильно, ведут страну в правильном направлении и так далее. Ну, вот это оборачивается все оборачивается чем? Трагедия и катастрофа. Вот советский советский союз привожу, потому что мне это ближе, да? Хотя таких примеров много. Это ближе к нам исторически и потому что я это как бы история моей страны, да? Тоже. Ну, вот советский союз взять. Вот держалось на вере все в этот в руководящую роль партии КПСС. Только и вот что произошло. Как только люди эту веру потеряли, вот пришел Горбачев, который совершенно иначе стал, ну, отличался от всех других, там, да? Вот эта перестройка, вот он как-то там это любил порассуждать и рассуждательством занимался, там у него жена еще там тоже какая-то не мао задун в юбке, да? Какая-то на женщину похожа была, встречи какие-то. Ну, с народом там как-то что-то, ну, вот и все, народ потерял веру в руководящую роль партии. И вот здесь проще всего и было страну как бы в этот самый момент, когда вера пропала, убежденность во всесилие партии там и так далее. Вот она скопытилась, страна это и все. Все держалось именно на вере вот в коммунистические идеалы. А, кстати, кризис случился, да, тоже, кризисы пошли экономически опять, а где эта вера, а почему партия? Вот вам феномен, то есть опять же вот смотрите, как это опасно может быть, да, для самих же людей и для власти тоже, когда люди слишком верят в эту власть, в ее миссию, в ее роль огромнейшую, да, и вот сейчас тоже самое, вот эта идея контроля, контроля, мы все под контролем, мы обеспечиваем безопасность, люди в это верят, мы видим, как происходят теракты, да, какая бедность, какие самоубийства, пьянства, аварии, там и прочее, прочее, но все равно вера сохраняется, потому что людям с помощью языка опять же внушают, что вы в безопасности, хотя нет вот такого как бы безопасности, да, ее нет ни экономической безопасности, ни социальной, когда люди несчастные, там вынуждены пахать, и чтобы оплачивать кредиты, чтобы соответствовать опять же правилам определенным, в этом обществе и так далее. Вот. Жизнь, язык, вера, вот главные феномены человека, они изначальны, они не сводимы к чему-либо иному. Вот. В связи с этим ценность жизни, вот я уже там начал говорить на темы ценности времени, ценности жизни, там, где, в тех культурах, где существует ценность времени, свободного времени, там есть и ценность жизни. Как правило, вот в наших культурах, ну, я не знаю, где это есть, но где-то есть, да, ценности времени нет. то есть, во-первых, государство, что оно построило экономическую тюрьму, экономическое рабство, отнимая у людей свободное время, и потом, когда все-таки, ну, какое-то время остается свободное, потому что иначе человек просто, ну, они, они его тогда просто убьют, или добьют этим трудом, он должен отдыхать. А придумано было вот масс-медиа, и с помощью масс-медиа обкрадывается человек, вот, крадется у него свободное время, и, значит, навязывается определенное там, определенный информационный поток, мусор, вот, это вот, да, ну, вот, окончательно крадущий у человека время, человек же как наркоман, это же, это же бихевиоризм чисто, да, вот он привыкает это смотреть, и он это смотрит, это чистый бихевиоризм, так же, как и деньги, вот, научение, вот, научили людей, что ради денег надо работать, и они работают, ради любой суммы будут работать, вот, и, это, конечно, печально все, это обнуляет жизнь нашу, а, должно быть наоборот, жизнь должна быть ценностью, когда жизнь перестает быть ценностью, вот почему самоубийство происходит, депрессия, ненависть, войны, и так далее, потому что жизнь перестала быть ценностью, и задача, вот, в частности, философов, вернуть жизни ценность, как это сделать, мы будем об этом говорить тоже, кстати, тема, как вернуть жизни ценностью, второе, язык, язык для человека очень важен, главный феномен человека, сейчас мы о них говорим, да, язык, ну, потому что на языке мы мыслим, и когда человеку говорят, что твой язык неполноценен, да, что ты, вот, говоря на своем языке, там, вот, ты не имеешь права учиться на своем языке, там, из-за того, что ты, ну, короче говоря, когда язык становится частью политики, человеконенавистнической, вот, это очень серьезно, это опять же, это опять же, это, по сути, убийство человека, потому что язык, это тот феномен, главный феномен человека, жизнь, язык, да, язык, наконец, то есть человек должен иметь возможность самореализоваться на своем родном языке, это очень важно, выражать себя, мыслить на языке, это важно, не важно, на каком языке говорит, важно, чтобы человек говорил и мыслил на этом языке, мыслил на этом языке, и третье, вера, вера, ну, по сути, все построено на вере, государственная система вся держится только на вере, в то, что эти люди, которых мы избираем, якобы лучшие из нас, на самом деле, ничего подобного, нет, есть, есть люди, действительно, которые отличаются от других, и у них больше талантов, больше способностей, есть, конечно, да, есть такие, но это опять же, вера в них, что, вот с этими талантами, но, ведь мы же видим, кого мы видим, мы видим людей с очень ограниченным жизненным опытом, ну, что человек поработал послом в какой-то стране, что он там видел, одни официальные лица и приемы, все, для человека во власти необходим жизненный опыт, опыт общения с представителями разных культур, опыт путешествия, опыт борьбы, вот, это очень важно, опыт сопротивления, он прощупывал систему, он знает, это все, да, вот это закалка, не, 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 открытость, экстравертивность, при уравновешенности, да, тогда это будет позитивный человек, а опыт общения с разными людьми, совершенно разными, я, допустим, встречал, ну, таких людей, и в Марокко, где бы я ни был, и, чтобы он понимал, вообще, какие люди бывают, вот спектр, да, вот эту, эту шкалу, на которой, да, я чарь, я царь, я раб, я бог, там, как-то так, да, вот, понимал это все, какие люди есть, их потребности, все, вот этот необходим опыт жизненный, тогда он будет иначе себя вести, вот, вера, да, вера ведь связана с огромной поступательной силой, ведь без веры невозможно никакое дело начать, даже, потому что, если у тебя нет веры в успех, ты ничего не добьешься, ничего, если у тебя нет веры в людей, ты тоже ничего с ними не добьешься, вот, если у тебя нет веры в себя, как ты сможешь там себя отстоять, самореализоваться, раскрыть свой творческий потенциал, талант и так далее, тоже не сможешь, вот эти вещи очень важные, так что, спасибо Людвику Вингенштейну, которое нам помогает задуматься о жизни и прояснить многое, вот, и давайте анализировать больше, да, больше размышлять и критически мыслить, и тогда, я думаю, что мы сможем очень многого добиться и продвинуться очень далеко вперед, в любом плане.